Привет всем, у микрофона Хомиш, и как вы наверное уже догадались из заголовка данного видеоролика, я буду рассказывать о характеристиках новинок, как и от AMD, так и от Nvidia. Это RDNA 2 и Ампер видеокарты, соответственно. Как бы это не было удивительно, но за последние пару дней появились утечки с характеристиками сразу и тех и тех новинок. Насколько все это реалистично вопрос отдельный, конечно же принимать это за истину в последней инстанции не стоит, но зачастую подобного рода инсайды неплохо так угадывают характеристики того, что мы в итоге получаем. Поэтому я лично не хочу затягивать со вступлением и сразу перехожу в первую очередь к характеристикам AMD новинок, а уже потом поговорим об Амперах. Хотя, если вас интересуют какие-то конкретные карточки, в описании я оставлю таймкоды, по которым можно перейти туда, куда хочется. Прямо сейчас на ваших экранах таблица, которая появилась буквально вчера. И да, здесь конечно не уточняется, какой именно GPU используется в той или иной видеокарте, но как минимум характеристики кажутся очень даже правдоподобными. Здесь мы видим Radeon RX 5800, 5800XT, 5900 и 5900XT. Причем, вероятнее всего, в случае с 5800 и 5800XT используется самый младший GPU в RDNA 2 Navi 21, а у RX 5900 и 5900XT уже как бы средний Navi 22. Притом, не стоит забывать о том, что имеется еще и GPU Navi 23, вероятнее всего рассчитанный под видеокарты RX 5950 и 5950XT, характеристик которых на сегодняшний день нет, поэтому конкретно про самые топы рассказать я не смогу. А что же касательно самой таблицы, больше я ее показывать не буду, поэтому если хотите ее изучить, можете поставить видео на паузу и совсем детально знакомиться. Конкурентами 2070 Super и, вероятнее всего, еще и обычной 2080 станут RX 5800 и 5800XT, хоть и здесь уже используется RDNA 2 архитектура, где AMD пообещали свою собственную трассировку лучей, но без отдельных блоков типа RT-ядер. То есть обработка рейтрейсинга будет производиться сугубо на мощностях GPU. Именно для этого нам и потребуется у RX 5800 50 Compute Units, а у 5800XT 56, то есть 3200 и 3584 потоковых процессоров соответственно. Количество ROPS'ов не отличается по 64 так же как у RX 5700 и 5700XT. Зато текстурных юнитов будет 200 у 5800 и 224 у 5800XT. Что же касательно частот, они будут очень близки к опять же младшим 5700 и 5700XT, ну а в случае с памятью, да, это снова же всего-то 8 гигабайт GDDR6. Однако в случае с XT версией, память будет уже ускоренная на частоте в 16 гигагерц. То есть пропускная способность обычной RX 5800 останется на уровне младших карт, а у 5800XT уже увеличится аж до 512 гигабит в секунду. А что же касательно тепловыделения, у 5800 оно указано на уровне 5700XT в 225 ватт, а у старшей модели 5800XT этот показатель дойдет до 275 ватт. Ну а что же касательно цен, это 500 и 600 долларов соответственно. То есть вполне себе конкурентоспособна и даже лучше, чем можно было бы себе представить. Единственное, что лично у меня вызывает вопросы, так это как раз таки TDP. За счет улучшенного 7 нанометрового техпроцесса AMD уже пообещали на 50% увеличить эффективность за ватт. И по идее у таких вот гипотетических 5800 и 5800XT, TDP должно быть на уровне 5700 и 5700XT, при том, что мы получим нехилый буст к производительности. Далее идут RX 5900 и 5900XT на 72 и 80 Compute Units соответственно. Ну а что же касательно потоковых процессоров. Умножаем количество CU на 64 и получаем итоговые 4608 и 5120. Также подрастет количество ROPS до 96 в обоих версиях, а текстурных юнитов будет 288 у 5900 и 320 у XT варианта. В плане частот рассчитывать на что-то прям фееричное не стоит, базовые даже в какой-то степени снизятся, ну а буст как минимум будет не хуже, чем у имеющихся 5700 и 5700XT. В случае с памятью, наконец-таки это будет уже 12 гигабайт GDDR6 с 384 битной шиной. И да, у младшей 5900 это останется обычная GDDR6 память на 14 гигагерцах, а вот у XT также дадут ускоренную до 16, за счет чего разница в пропускной способности будет аж в 100 гигабит в секунду. 672 против 768. И да, в плане TDP указывается 295 ватт у RX 5900 и 350 у 5900XT. Тут конечно можно подумать о том, что у самой старшей видеокарты из вот этой вот таблицы будет изначально водоблок, как в свое время у Fury X, и наверное именно этим обуславливается ценник аж в 1000 баксов. И 849 у обычной RX 5900. В принципе это конкурентоспособность Юрингам. И по идее 80 Compute Units в рамках RDNA 2 хватит для того, чтобы дать в районе 30% отрыва от 2080 Ti. А например обычная RX 5900 за 849 баксов, также окажется чуточку лучше 2080 Ti, но все же в зависимости от проекта, иногда сможет вам дать худшие показатели кадров в секунду. Что конечно же минус, но по сниженному ценнику в принципе справедливо. Опять же, насколько все это правдоподобно, я гадать не берусь, TDP выглядит как по мне не совсем реалистично, именно из-за того, что за счет уже улучшенного 7 нм техпроцесса, мы должны будем увидеть куда более интересную энергоэффективность у красных видеокарт. И по идее, как раз таки где-то 295 ватт должно быть у 5900XT, но никак не 350. Посмотрим, как оно окажется в итоге, непонятно куда подевались 5950 и 5950XT на самом топовом GPU Navi 23. Возможно, конечно, тут немного попутались с названиями, но тем не менее, практически все характеристики выглядят вполне себе правдоподобно. И это стоит того, чтобы хотя бы задуматься и быть к чему-то готовым. Тут можно было бы сказать, что не стоит изначально завышать ожидания, дабы не разочароваться, как это иногда получается. Но дело-то все в том, что сами представители AMD заставляют задуматься. Нам пообещали и самый большой, и самый производительный кристалл за долгое время от красной компании. И вот это вот улучшение энергоэффективности до 50% за ватт. Причем в сравнении RDNA 2 с обычным RDNA. И были тесты инженерной карты от AMD, которая как минимум на 20% оказалась лучше, чем 2080Ti. То есть есть все предпосылки в рамках RDNA 2 получить реально мощные решения. Тут, конечно, вопрос в том, как они будут справляться с рейтрейсингом, ведь отдельные RT-ядра остаются козырем в рукаве Nvidia. Просто потому, что AMD решили пойти другим путем. Ну а что же касательно амперов, появились подробности якобы GPU GA103 и GA104, которые лягут в основу RTX 3080 и 3070 соответственно. Предтоповая карточка получит в своем распоряжении 3840 потоковых процессоров, подделенных между 60 мультипроцессорными блоками SM. А дополнит все это 320-битная шина, а также 10 либо же 20 гигабайт видеопамяти и, естественно, GDDR6. Ну а как бы чуточку ниже, предпредтоповая 3070 получит уже 3072 потоковых процессора на 48 блоках SM и классическую 256-битную шину памяти с объемом либо же в 8, либо же в 16 гигабайт соответственно. Естественно, GDDR6. В принципе, это вполне себе классическая компоновка для решений от Nvidia. И в общем-то да, мы видим классическое увеличение количества потоковых процессоров при переходе от поколения к поколению. Если сегодняшняя 2070 имеет в своем распоряжении 2304 потоковых процессора или же CUDA ядра, то, например, 1070 имела еще 1920 потоковых процессоров, а 970 еще 1664. То есть, как бы то ни было, при переходе от поколения к поколению мы получаем в среднем на плюс 25% больше CUDA ядер. Да, определенно перескок от 2070 к 3070 дает примерно 40% разницу, но это и неудивительно, ведь по всем слухам амперы должны дать примерно 30% прироста производительности в аналогичных моделях. То есть, условно, 3070 будет минимум на 30% лучше, нежели 2070, а 3080 окажется на 30% лучше 2080. И получается, даже догонит 2080 Ti, а местами и вовсе перегонит. Хотя, в плане количества потоковых процессоров у 2080 Ti в распоряжении имеется их аж 4352, против 3840 у 3080. Но и это никого не удивляет, ведь эффективность потоковых процессоров при переходе от поколения к поколению само собой повышается. Именно поэтому достаточно простенькая 1070 оказалась на уровне с топом прошлого поколения 980 Ti. А ведь именно по количеству потоковых процессоров и остальных вот этих вот нюансов в характеристиках, кажется, будто бы 980 Ti должна быть нехитно так лучше. Ну и конечно же RTX 3080 это не самый топ в своем поколении. Главной среди амперов должна стать 3080 Ti на GPU GA102, где безусловно количество CUDA ядер и остальных характеристик будет выше в сравнении с 2080 Ti. Информация касательно характеристик 3080 и 3070 появилась от китайского веб-ресурса MyDrivers. Ну а модельный ряд RDNA 2 видеокарт просто гуляет по сети и вероятнее всего его сделал какой-то энтузиаст, как это и получилось когда-то с Comet Lake'ами, Ryzen'ами третьего поколения и много чем еще. Напишите в комментариях, насколько вам было полезно эта информация, чего вы ждете от RDNA 2 и Амперов, получится ли у AMD конкурировать с Nvidia. И какую именно карточку из этих всех купили бы лично вы. Спасибо всем за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, жмите на колокольчик, дабы не пропускать вот такие вот интересные и полезные видосы. А также можете вступить в мою группу ВКонтакте, ссылочка на которую есть в описании. Удачи и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok